В профессиональном футболе Дмитрий Борисов всего год. До этого пинал мячик во дворе. Просто понял, чтобы стать как Лиан Эльмисси, нужно много работать. Каждая победа дается тяжело. Тогучевский район. В начале турнира мы проиграли, а сейчас выиграли. Сложно все-таки. Первенство Новосибирской области для ребят началось не очень хорошо. В первых двух матчах победу отдали соперникам. Сборной Горного и Леневцам. Третью игру надо было выигрывать с разницей минимум шесть мячей. С задачей футболисты справились. Потихоньку втягивались в турнир и к концу турнира показали свою лучшую игру. А впереди у футболистов суперфинал в соперниках команды Новосибирска. Это совсем другой уровень, говорит тренер. Хотя сейчас настрой идет только на победу. Юноши все больше времени проводят в зале. Есть там команды сильные. Мы уже с ними играли. Сейчас они тоже готовятся, как и мы. Должны выигрывать всех. Должны собраться. Шансы неплохие. Надо учитывать, что это же дети. Стабильности не хватает у них. У взрослых не хватает. Как они настроятся, как чувствуются в данный момент. К суперфиналу готовится и старшая сборная эскетима. Юноши 15-16 лет. Они тоже стали чемпионами областного первенства. Молодцы. Мне понравилось, что дотерпели. Финал такой был тяжелый. До конца проигрывали все на последних секундах. Поэтому спасибо им, что дотерпели. Без травм, как обычно, не обошлось. Ничего страшного. Все залечатся. Было непросто, отмечают футболисты. Но будет еще сложнее. Новосибирские команды значительно сильнее. Но отдавать победу без боя юноши не собираются. Мы на тренировках отрабатываем удары, передачи. Изучаем новые тактики. И так же морально готовимся. Тренируемся, делаем все, что можем. Ну и время покажет, что будет. Должен был поставлен удар быть. И чуточку везения. И все будет. Еще одна победа звания лучший игрок у наших Егора Ауста и Романа Леухина. На протяжении всего первенства они проявили себя с лучшей стороны. А значит, шансы на победу в суперфинале у эскитимских команд немаленькие.